Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. Информация о конце света распространяется в сети уже не в первый раз. Однако существует большая вероятность того, что на этот раз слухи обернутся серьезными, опасными и массивными разрушениями. Согласно статистике, свыше 8 миллиардов людей проживают на планете Земля. Каждый из них сейчас занят своими делами. Кто-то подписывает важный договор, провожает ребенка до школы, совершает платеж в банке или же просто гуляет, наслаждаясь видами города. Но не все из них знают об опасности, которая уже вот-вот сможет навсегда изменить их жизнь. По данным ученых, к нашей планете со скоростью 27 км в секунду мчится каменная глыба размером в три футбольных поля. И 2029 год может стать переломным, так как именно к этому времени астероид приблизится на критически малое расстояние к Земле. Он представляет хоть очень маленькую, но все равно угрозу нашей планеты. Дело в том, что в 2029 году он пролетит ближе к Земле, чем расстояние до Луны в 10 раз. То есть будет в 10 раз ближе к Земле, чем находится от нас наш естественный спутник. Но как дальше он поведет себя, никому неведомо. Астероид Апофис был открыт специалистами еще в 2004 году в Аризоне. Название небесного тела тоже имеет особый посыл. Оно было дано в честь древнеегипетского чудовища, стремящегося уничтожить Солнце и все живое. Диаметр астероида составляет почти 400 метров, а вес астрономы оценивают приблизительно в 27 миллионов тонн. Но данные являются приблизительными, поскольку нет полной ясности в том, из каких пород он состоит. Это один из таких вот небольших астероидов по меркам всей вот этой вот категории. Но на самом деле относится он к семейству атонов, и таких астероидов очень-очень много. И из них опять-таки большое количество пересекает орбиту нашей планеты. Если Апофис рухнет на Землю, то на месте падения будет уничтожено все живое. Появится кратер размером более 8 километров, в небо поднимутся тонны пыли и щебня. Это также может стать причиной резкого похолодания в планетарном масштабе. Как отмечают эксперты, местом возможного падения может стать юг России, Сибирь, Центральная Америка и часть Атлантики. Если же астероид упадет в океан, то бед также не избежать. Все живое в 300 километрах от побережья будет смыто в океан. Поселки и города будут разрушены. Если окунуться в историю, можно отметить, что совсем давно подобное катастрофическое падение небесного тела уже было. Оно стало причиной массового умирания. Речь идет об астероиде Чиксулуп, рухнувшем 65 миллионов лет назад на полуострове Юкатан. Именно с этим ученые связывают исчезновение динозавров. В жизни, как таковой, такой астероид, конечно, не угрожает. По той простой причине, что вот если бы он был где-то 10 километров, вот это приблизительно тот астероид, который упал, когда динозавры вымерли. Хотя не факт, что они вымерли от этого именно. Тогда, в общем-то, человек на Земле исчезнет. Другие же варианты, скажем так, огромный ущерб. Но все останемся, кто не попал в эту категорию взрыва, живы-здоровы. Несмотря на возможную угрозу, связанную с приближением обоихся на Землю, вероятность его падения крайне мала. Тем не менее, с момента обнаружения астероида в 2004 году и осознания опасности, которую он себе таит, ученые продумывают разнообразные варианты избавления от этой опасности. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз. 15 сентября в КФУ прошел второй день 11-го Всероссийского съезда иностранных студентов России. География мероприятия обширная. Более 100 стран со всего мира. В Институте управления экономики и финансов обсудили реализацию проектов по улучшению качества жизни и образования иностранных студентов России. Что предложили эксперты в своей области, узнаете далее. В Институте управления экономики и финансов прошел круглый стол, ключевой темой которого стали практики взаимодействия студенческих объединений иностранных студентов и национально-культурных автономий. Молодые и амбициозные студенты из России и других стран земного шара продемонстрировали экспертам свои проекты, которые уже готовы воплотить в жизнь. Помимо идейной части поднимались и актуальные вопросы, волнующие не только гостей Российской Федерации, но и ее жителей. Что касается недавнего прошлого, то президент Ассоциации иностранных студентов из США отметил, что все задачи на 2022-2023 год были выполнены. Нашим общим собранием, которое было вчера в Казанской Федеральной Университете, именно те решения, те проблемы, которые были приняты иностранным студентам, мы этим будем работать. По нашим документам главный человек в Ассоциации является как раз иностранные студенты. То, что они хотят, то, что они утвердят, то мы будем этим работать целый год. Поэтому этот мероприятие именно был создан для того, чтобы услышать мнение иностранных студентов, получить одобрение о нашей работе и одобрение на плане следующего года. Второй день мероприятия богат на обширную программу не меньше, чем первый. Спикеры представили свои доклады и подробно рассказали о реализации своих идей. Антон Демидов, старший координатор направления по взаимодействию с регионами России «Страна возможностей» презентовал платформу с одноименным названием и рассказал, как должна выглядеть модель идеального международного студенческого сообщества. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана еще пять лет назад, в мае 2018 года, и включает в себя 26 проектов и конкурсов, направленных на совершенно разные слои населения. Вы можете принять участие в качестве школьника «Большой перемене», огромный конкурс. Также вы можете принять участие в качестве студента в проекте «Твой код». У нас есть проект для настоящих управленцев, лидеров России. Поэтому платформа «Россия – страна возможностей» – это формат социального лифта, где мы начинаем со школьной скамьи, помогаем вам развивать ваши профессиональные и надпрофессиональные качества, повышая их до уровня крупных управленцев. Выпускник Казанского федерального университета, а ныне руководитель автономно-некоммерческой организации «Татарстан. Территория возможностей» Камалидин Бабахонов провел мастер-класс, посвященный возможностям для иностранных студентов в России в настоящем и на перспективу. Казань все равно показывает уровень, как надо съезд проводить. И в этом плане и Казанский федеральный университет, и Ассоциация иностранных студентов. И спасибо большое в целом РУДН, который тоже поддерживает это движение, администрация университета, которая вовлечена активно в это, помимо иностранных студентов. Очень много гостей приехало. 11-й Всероссийский съезд иностранных студентов России – масштабное событие, которое объединило студентов со всего мира и позволило обзавестись не только новыми знакомыми и друзьями, но и продемонстрировать свои идеи и обменяться опытом с коллегами. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел мастер-класс от представителя ВТБ банка для студентов Института управления экономикой и финансов. О том, как это было, расскажет Карина Саяхова. Институт управления экономикой и финансов всегда славился своим неординарным и грамотным подходом к обучению студентов. Всевозможные программы, стажировки и конкурсы – то, чем занимается каждый учащийся от первокурсника до аспиранта. 15 сентября прошел первый масштабный мастер-класс от представителя банка при участии Марьям Давлетшиной, управляющего ВТБ в Республике Татарстан. В ходе мероприятия были освещены несколько актуальных на сегодняшний день тем. Спикеры рассказали студентам о финансовой безопасности, основах фондового рынка, справедливой стоимости акции и многом другом. Мы такое мероприятие проводим первый раз для студентов Казанского федерального университета. Вообще банк ВТБ считает, что в современных реалиях, когда все очень быстро влияется, очень важно вкладываться в себя, очень важно учиться, потому что, наверное, самая лучшая инвестиция, которую студент может осуществить, – это инвестиции, конечно, в образование. Мы хотим как раз-таки показать, какие сейчас варианты мошенничества есть, они всевозможны, они есть и в интернете, и в мессенджерах, да, и для того, чтобы, наверное, уберечь студентов, в том числе и преподавателей, да, вот от негативных кейсов, потому что деньги даются и легко, каждый их зарабатывает, а потерять их нужно буквально заняться в секунду. По словам директора Института управления экономики и финансов Нейли Багаудиновой, ВТБ банк является одним из основных работодателей. Сегодня многие крупные предприятия стали использовать практику аудиторских компаний, вовлекая студентов в свою сферу деятельности с третьего курса, чтобы уже на этом этапе отбирать лучшие кадры. В рамках мероприятия предусмотрен и конкурс. Заявки поданы от более двухсот студентов. Определенные конкурсы, они отберут победителя. То есть вот сейчас мы пригласили где-то связанных с сферой финансов, все, кто изучает данные курсы, финансы, трейдинг, финансовую грамотность, мы пригласили этих ребят. В основном это третий курс и есть четвертый курс, и потом там будут победители. Самый главный победитель получит планшет по конкурсу, по этим всем играм, деловым мастер-классам. И будут какие-то подарки, начиная, наверное, ну просто с набора ручек, наушников, кончая рюкзаками. Сегодня вот мы с представителями банка это обговорили. Современная инновационная экономика представляет новые требования к качеству подготовки специалистов в силу того, что в условиях постоянной конкуренции характер деятельности работников меняется. Функции становятся все более сложными и растет уровень ответственности. Перед банком в настоящее время стоит не менее важная задача. Модернизация и развитие систем управления человеческими ресурсами. Решить ее невозможно без выстраивания эффективной работы с вузами. Все для привлечения и удержания лучших студентов. У нас очень высокий процент трудоустройства. В основном это сразу у нас устраивается до 90% студентов. И если у нас есть процент неустроенных, это не из-за того, что они их не берут, а из-за того, что они ищут там, где они хотят продать себя подороже. То есть есть еще такой момент. Очень многие уезжают в столицу, очень многие уезжают в другие города, и очень многие уходят, но фирмы с высокими окладами. То есть у нас как бы вот так. По словам Нейли Багуддиновой, в институте планируется ряд подобных мероприятий. Этот мастер-класс не последний. Сегодня перед молодым поколением открыты огромные возможности. И вместе с этим на каждого ложится большая ответственность. Поэтому сформировать основу финансовой грамотности у молодых специалистов – основополагающая цель. Карина Саяхова, Фарид Схитуглы, Универньюс. Ученые посчитали, какой вред наносит содержание серверов ЧАД-GPT, и пришли к неутешительному выводу. О том, какую угрозу экология несет в себе использование нейронных сетей, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Что же такое ЧАД-GPT? По своей сути, это обычная языковая модель, которая работает по простому принципу Т9. Иными словами, языковое моделирование. То есть, по некоторому уже имеющемуся тексту, делается вывод о том, что должно быть написано дальше. Чтобы иметь возможность делать такие предсказания, языковым моделям под капотом приходится оперировать вероятностями возникновения тех или иных слов для продолжения. Для обеспечения комфортной и бесперебойной работы такого процесса необходимы тонны воды. Им нужны, значит, собственно, ЧАД-GPT, что это, да, это языковая модель. На самом деле, если огрублять, это всего лишь программа. Для программы, да, для того, чтобы она считала что-то, она любая программа что-то считает. Соответственно, ей нужен процессор, да, на котором все расчеты происходят. Вот. Ну, собственно, процессор – это и есть сервер, сервера, на которых происходит расчет. Современные технологии требуют все больше вычислительных мощностей, и ЧАД-GPT не стало исключением. Американские ученые подсчитали, что для ответа на каждые 50 вопросов нейросеть расходует литр чистой питьевой воды, что лишь во время создания ЧАД-GPT на основе языковой модели GPT-3 уходило по 700 тысяч литров воды в день. Это можно сравнить с ежедневным расходом воды поселения на 5000 человек. А если представить, что обучение шло целый месяц, то потраченной водой можно было бы напоить крупный мегаполис вроде Москвы. На этом дело не заканчивается. Всем известно, что сервера потребляют питьевую воду для охлаждения и избежания перегрузок. Каждый день миллионы пользователей задают вопросы ЧАД-GPT, и серверам приходится работать во всю силу. Обычно для охлаждения серверов используют воздух, если это какие-то не сильно нагруженные системы, неплотно установленные. Собственно, например, в нашем сервере, вы могли видеть, там стояли вот эти кондиционеры, которые охлаждали воздух. И, наверное, заметили, сзади, да, вот он выходит такой горячий, уже достаточно горячий воздух. Соответственно, если система более нагружена, то есть, например, один сервер может содержать не один процессор, там множество процессоров, они плотно размещены, и воздух охлаждать уже неэффективно. Тогда используют водяное охлаждение, систему водяного охлаждения. Стоит отметить, что чат GPT на базе GPT потребляет в два раза меньше воды. Один литр на сто вопросов. Последнюю версию чат-бота с языковой моделью GPT-4 смело можно назвать водохлебом. В день сервера чат GPT потребляют столько же воды, сколько требуется производству для создания 320 машин. По данным, за февраль 2023 года сайт нейросети посещают 13 миллионов пользователей в день. Это 150 человек в секунду. Страшно представить, сколько всего запросов выполнил искусственный интеллект. Более жутко становится, если перевести все эти запросы в литры потраченной воды. Соответственно, водяное охлаждение – это замкнутый цикл, да? То есть, такие же радиаторы стоят, к ним подводятся трубки, трубки на процессор. Вода на процессор испаряется, по трубке идет на радиатор, охлаждается, снова установится водой, и вот по кругу она так циркулирует. По заявлению одной крупной компании, она использует отдельный суперкомпьютер, который занимается вычислениями чат GPT. Этот сервер состоит из 10 тысяч видеокарт и 285 процессорных ядер. Для их работы требуется не только вода, но и много электроэнергии. Только на обучение чат GPT потребовалось более 1300 мегаватт в час. Столько же за год потребляет 200 человек. Такого количества энергии хватит, чтобы совершить 550 поездок из Нью-Йорка до Сан-Франциско на электромобиле. Пока не ясно, сколько киловатт в час потребляет чат GPT за один запрос. Считается, что потребление ресурсов нейросетями в будущем только возрастет. А время покажет, какой след в экологии оставит искусственный интеллект. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok